МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Самый известный вор советской эпохи. У него было где-то в целом 200 с чем-то краж. Что общего у Бориса Венкровера с Юрием Деточкиным? Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете. И что связывало его с племянницей Железного Феликса? Она вышла из ванны, я ее увидел, между нами случилось. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Если кто-то знает, заветные три карты, вряд ли об этом расскажут. Существует ли идеальная теория выигрыша? Все знаменитые чемпионы в покер очень хорошо считают. И почему удача идет к одному и не дается другому? Это единственное, что за грани мы понимаем. Легендарный фильм «Экипаж». Вымысел или реальный подвиг? Я вообще считаю, что это классикой советского фильма в катастрофу. Кому нужна в кино правда жизни? Деревителю надо волновать, чтобы он испытывал эмоции. Вор, которому ничего не стоило обвести вокруг пальца весь московский уголовный розыск. Меценат, на свои деньги строивший детские площадки, ловелас, из-за связи с которым племянница Феликса Дзержинского попала в лагеря. В это трудно поверить, но речь идет об одном и том же человеке. Борис Венгровер. Один из самых известных авантюристов советской эпохи. Кем же он был на самом деле? Это Юрий Деточкин из культовой Рязановской комедии. Благородный преступник, который ворует автомобили, продает их, а деньги переводит детским домам. Ну ничего, я надеюсь, все в конце концов выяснится. Безусловно. А это щипач-ручечник. Из не менее известной ленты место встречи изменить нельзя. Находчивый карманный вор. Особо ценный фрукт. Что с ним? Отведешь его Фердимана, ты подожжешь нас. Меня отпустили. Парадокс. Но прообразом столь разных киногероев многие считают одного и того же реально существовавшего человека. Его имя Борис Венгровер. А вот еще один сюжет, достойный экрана. Лето 1939 года. Высотка в центре Москвы. Молодой человек в строгом костюме поднимается по лестнице. На одном из этажей веселье. Двери распахнуты. Гости то и дело выходят покурить. Секундное колебание. И мужчина присоединяется к компании. Он проник в эту квартиру и увидел большой стол, за которым все сидели. Он тоже пристроился. И пока, так сказать, люди там говорили, он неожиданно вообще говоря стал чем-то вроде тамадой. То есть он настолько вписался в эту компанию, что все уже забыли, что этот человек ниоткуда. В разгар веселья тамада незаметно исчезает. А вместе с ним шкатулка с драгоценностями. Массивные такие купеческого типа обручальные кольца. 99-й, пробы червоного цвета. Какие-то золотые часы. Журналист Эрик Котляр нашел опись украденного в архивах. Из документов было ясно. Этого вора столичные следователи узнавали по почерку. Борис Венгровер. Наглый, остроумный, расчетливый, находчивый. Виртуоз, каких мало в криминальном мире. Человек, склотивший воровскую банду, которая совершила в Москве рекордное количество краж. Это человек из уголовной среды. Отец его рецидивист, расстрелянный за бандитизм. Сам он многократно привлекал склону ответственности. Был в лагерях, бежал. Снова арестовывался, снова бежал. Плохо ли ему, хорошо ли, он всегда улыбался. От помощи людям он никогда не отказывался. Скажешь, Борис Венгрович, надо сделать это, надо это сделать. Пойдем, пойдем, дорогая, пойдем, 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 делаем. Рязанская область. Касимовский дом престарелых. В советские времена здесь доживали свои дни бывшие уголовники. Борис Венгровер провел здесь последние 7 лет жизни. Палата номер 15. Он всегда любил находиться, ложиться около окошечка. Вот, пожалуйста, его койка. Пожалуйста, проходите. Телевизор, домик Пушкина в библиотеке. Образ Бориса Венгровера, сохранившийся здесь, в Касимове, разительно отличается от того, что остался в криминальных хрониках. Даже родственники знаменитого афериста не ожидали услышать здесь рассказы о скромном друженике. Его приемная дочь, Надежда Сомова, помнит отчима совсем другим. Приходим домой, а у нас открыта дверь. Боже мой, неужели нас обворовали? У нас там воровать-то нечего. Открываем, сидит Венгровер Борис Рувимович в очках и ждет нас. Он говорит, я вас долго ждал, замерз и открыл сам. Закрытых дверей для него не существовало. Так же, как и запретных фамилий. В списке жертв Венгровера оказывались люди из самых высоких кругов. Например, начальник московской милиции. Комиссар Александр Полукаров переезжал с одной квартиры на другую. К его дому подъехал грузовик с людьми в форме НКВД. Солдаты лихо погрузили все вещи в кузов и уехали. А спустя несколько минут у подъезда Полукарова остановился автомобиль с настоящими грузчиками. Тогда-то и выяснилось, что весь скарт милицейского начальника не перевезен в новую квартиру, а попросту похищен. В другой раз Венгровер забрался в квартиру к тогда начинающей звезде юмористического жанра Аркадию Райкину. Вор и артист столкнулись в коридоре питерской коммуналки. Повисла театральная пауза. Первым нашелся Венгровер. Скажите, пожалуйста, вы Райкин? Он говорит, я Райкин. А вы-то кто? И что вы здесь делаете? Он говорит, вы знаете что, я ошибся дверью. Я должен был попасть в другую квартиру. Но дело в том, что я нисколько не жалею, что я к вам попал. Потому что, вы знаете, я ваш поклонник. Я был на всех ваших концертах. Артисты, военные, высокопоставленные чиновники. Даже прокурор, который когда-то подписал авантюристу очередное обвинение. Откуда Венгровер узнавал адреса и явки? Как ему удавалось выйти сухим из воды? И кто помогал дерзкому преступнику? В Москве ликвидирована шайка воров-взломщиков, возглавляемая рецидивистом Борисом Венгровером. Члены воровской шайки поддерживали тесную связь с гражданкой Дзержинской Едвигой Генриховной, являющейся племянницей товарища Дзержинского. За казенным языком секретного документа – драматическая история. О ней рассказал в своей книге «Подземелье Лубянки» известный публицист Александр Хинштейн. Сам Венгровер на следствие утверждал это и говорил о том, что он находится в интимной связи с Дзержинской. Подтверждение этого, ну, целый ряд факторов, конечно, существует. Приехав в Москву в конце 30-х годов, Венгровер разыскал своего иркутского приятеля, некоего Дворецкого, который вращался в кругах золотой молодежи. И именно через Дворецкого он и вошел в семью Дзержинских, потому что Дворецкий ухаживал и считался женихом одной из двух дочерей Едвиги Дзержинской. Племянница, соответственно, Феликс Эдмундович. По возрасту Дзержинская годилась Венгроверу в матери. Она была одинока, личная жизнь не сложилась. У нее было четыре мужа. Все эти люди были неудачники. Они были безработные, транжиры. И обычно каждый брак Дзержинской распадался буквально через полгода. А Венгровер сразу увидел, так сказать, что он получил в жизни шанс, и он, конечно, не мог им не воспользоваться. Молодой Венгровер был красив и обходителен. И племянница Железного Феликса не устояла. Когда читаешь протоколы допросов, ощущения очень странные. Потому что такие детали, которые описываются в протоколах, как эта близость произошла, кто к кому первым подошел, как это было, она вышла из ванны, я ее увидел, между нами случилось. Дзержинская закрывала глаза на постоянные отлучки Венгровера. Его подозрительных друзей и чемоданы, которые то появлялись, то исчезали из ее квартиры. Он отдавал ей примерно 500 тысяч рублей, появляясь из своих отлучек. Когда он уезжал и пропадал на неделю, она страшно переживала, вернется или не вернется. А когда он приезжал с букетами цветов, вот, и с бутылками шампанского, и появлялся у нее в доме, для нее это был самый настоящий праздник. Некоторые исследователи предполагают, что Едвига даже помогала Венгроверу сбывать краденое. Так или иначе, Дзержинскую судили и дали 8 лет лагерей. И когда ей говорили, что, слушайте, вы связались вообще, бог знает с кем, и за вами вот такие дела, она никак не могла взять в толк, что все, что вот происходило, это преступление, что это какая-то вина. Август 44-го. Москва. Офицер генерального штаба спешит домой за важным документом. Но в его квартире настоящий разгром. Вещи разбросаны. В шкафу роется посторонний мужчина в штатском. Увидишь, что незнакомый человек там шляется по его квартире, перевернутые вещи, офицер тут же потянулся к обуре. Однако незваный гость ведет себя хладнокровно и уверенно, даже слишком. Якобы он подразумевается в шпионаже в пользу противника. Офицер настолько был потрясен таким поворотом дела, совершенно, так сказать, для него неожиданным, непонятным, что не спросил ни удостоверения сотрудника, ни ордера на этот негласный, так сказать, обыск. Видя реакцию офицера, визитер резко меняет тактику. Он сказал, что, так сказать, пока есть время, еще опергруппа не приехала. Он видит, что он там действительно честный человек. И чтобы, как бы, облегчить свою вину, так сказать, перед родиной, пусть он напишет чистосердечные признания с указанием тех, кто якобы мог его подбить на это черное дело. Майор остается писать объяснительную, а незнакомец исчезает. Надо ли говорить, что вместе с ним исчезают табельное оружие, золото и деньги? Судя по почерку, в роли преступника мог быть только один человек – Борис Венгровин. Но ведь ему еще в 1939 году дали 10 лет. В годы войны он сбежал из ладеря, выкрал документы о комиссованного по уронению красноармейца и вот под его фамилией, под его документами осел в ближайшем Подмосковье. Он использовал малейшую возможность, чтобы бежать. Он бежал отовсюду, перепыривал решетки этих самых выделенных милиций, в камерах предварительного заключения и убегал оттуда. В общей сложности у Венгровера было 9 ходок. Побегов гораздо больше. Он много с нами не жил. Он приходил из тюрьмы, там поживет с нами, допустим, какое-то маленькое время. И опять в тюрьме. Практически он там находился, в заключении. Приемная дочь вспоминает. Они с матерью и братом постоянно прозябали в нищете. Мама же умерла в 47 лет. Молодая совсем женщина в расцвете села. Умерла. Вот у нее было раковое заболевание. Потому что она как бы все на ней было, принимала все. И детей воспитывала. Мама очень нуждалась в финансах, очень нуждалась. Надежда вряд ли представляет себе истинный размах деятельности ее отчима. У него было где-то в целом 200 с чем-то краж на 385 тысяч рублей. Если мне не изменяет память, 385 тысяч рублей в те годы – это была баснословная сумма. Так куда же уходили наворованные богатства? В биографии Венгровера есть интересный эпизод. Какое-то время он работал школьным учителем. В самом центре города, где учились на тот момент не последние дети, например, дочка Сталина Светлана, дочка на руку иностранных дел Литвинова. Как без каких-либо документов устроился туда работать рецидивист, находящийся в розыске? Карьера учителя длилась недолго. До очередного ареста. Но советская педагогика в лице Венгровера, возможно, многое потеряла. Ведь чем, как ни призванием, можно объяснить такие, казалось бы, странные факты? За свои деньги водил всех детей на различные веселительные мероприятия. В кино, в цирк. Купил для всех классов абонементы в бассейн, сказав при этом, что эти абонементы якобы бесплатно профсоюз раздает, хотя ничего такого не было и в помине. Он вкладывал в детей вообще все. Все свои деньги, все свои доходы. Например, он в Селезневке построил школьное сооружение, какое-то типа стадиона, куда он возил детей. В Воскресенске Венгровер помогал деньгами местному хоккейному клубу. Наверное, это доставляло ему определенное удовлетворение. Может быть, он пытался хотя бы так отомстить за свое естественное происхождение, за свою сломанную жизнь, потому что первый раз в колонну ответственности его привлекли еще в совсем юную возрасть. Почему же меценатские наклонности Венгровера распространялись только на чужих детей? Почему, отмотав последний десятилетний срок, он отправился не к семье, а в дом престарелых? Свою вину перед родными Венгровер, судя по всему, осознавал. В Касимовском доме-интернате сохранилось разрешение на пятидневную поездку к родственникам в Воскресенск. Здесь виза и директора, не возражаю, и виза работника милиции. Действительно уезжал проведать родственников. Он явился вновь на проживание в дом инвалидов. И все же натуру было не переделать. Все бабушки, которые жили в этом самом доме престарелых, вдруг оказались со стильными, очень модными и очень дефицитными в то время японскими зонтиками Трислода, которые в то время появились у всех модниц. Оказалось, что он где-то горбанул какой-то универмаг. Судьбу Бориса Венгровера определило его происхождение. Как сложилась бы его жизнь, если бы он вырос в другой, неуголовной среде. Возможно, мы бы рассказывали сейчас не о прототипе Юрия Деточкина, а об известном артисте или заслуженном педагоге. Бесспорно одно, этот человек обладал незаурядными способностями. Игры, в которые играют люди. Покер, рулетка, джекпот. Ценул тысячу рублей в игровой аппарат. Нажал один раз кнопку, и у него выплаты один миллион рублей. Можно ли спрогнозировать выигрыш в казино? 88 раз подряд выпало красным. И ни разу черным. Ну, вот как? Это противоречит любой вероятности. 34-й скорый. Как реальную историю перенести на киноэкран? Когда я вспоминаю все эти съемки, мне становится жутко. Как мы с этим справились, не знаю. Но пробовать надо было. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Всем известно, самый простой способ разбогатеть – выиграть миллион. История знает немало счастливчиков, которым это удавалось. Но существует ли научная теория, которая гарантирует выигрыш? Или в азартных играх можно полагаться исключительно на удачу? 2004-й год. Никому неизвестный англичанин Эшли Ревелл прибывает в казино Лас-Вегаса. В его кармане – 136 тысяч долларов. Весь свой капитал Ревелл намерен поставить на одно поле рулетки. Вначале Ревелл ставит фишки на черное поле. Но в последний момент вдруг отправляет всю сумму на красное. Внезапный порыв оказывается верным. Выпадает семерка – красное поле. Сумма выигрыша – 270 тысяч долларов. История Эшли Ревелла – то самое исключение, которое подтверждает правила. Обычно все происходит наоборот. Американский бизнесмен Терренс Ватанабе за год спустил в казино 200 миллионов долларов. Звезда киевского «Динамо» Иван Еремчук из-за страсти к азартным играм лишился квартиры. Что же заставляет людей бездумно ставить на кон все, чем они обладают? Игрок начинает говорить, что со мной происходит что-то странное. Я уже решил, что не буду играть. Шел, деньги, все, вот это другу отдам, долги еще. Шел и вдруг – бх! И пошел играть, да? И он начинает описывать какой-то феномен одержимости. Как будто вот в какой-то момент он теряет контроль на церкви. Специалисты полагают, граница обычного спортивного азарта и игромании – безудержное желание выигрывать. Именно оно толкает людей на поиски идеальной теории выигрыша. Но существует ли решение у этой задачи? Туз выиграл. Один из самых известных ответов – тройка-семерка Туз не помог ни заядлому картежнику Александру Пушкину, ни его литературному герою. Не заряжем! Если кто-то знает заветные три карты, на которые надо поставить, с ряду и больше не играть, так он вряд ли об этом расскажет. Пожалуй, самый остроумный выход предложил Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн. Он советовал игрокам выигрывать, воруя фишки со стола, пока группе этого не видят. Однако его коллеги и сейчас пытаются всерьез просчитать теорию выигрыша. За последние 20 лет, начиная с 1994 года, действительно, как минимум, 4 Нобелевские премии по экономике были присуждены экономистам, а чаще даже математикам, которые занимаются теорией игр, за исследования в игровой области. Самый прославленный из них – американский математик Джон Нэш. Правда, широкой публике известно не столько его открытие в теории игр, сколько успехи в борьбе с шизофренией. Даже тот, кто никогда не посещал казино, знает, как выглядит рулетка. 36 черных и красных полей. 37-е – зеро. Движение колеса, по сути, моделируют работу генератора случайных чисел. И все же запланированный выигрыш в рулетку возможен. По крайней мере, так утверждает одна из самых известных теорий. «Мартингейл» – принцип ставок в азартных играх, при которой любой выигрыш должен перекрывать все проигрыши. Система «Мартингейл» хорошо знакома владельцам казино. Время удваивать, 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 повышать, повышать ставку, пока не выпадет твой выигрышная комбинация. И она абсолютно рабочая. Математику никто не отменял. Специально для нас наглядный урок «Мартингейла» дает специалист в области теории вероятности Алексей Макаров. Мы играем в «Орла и решку». Здесь работает тот же механизм случайности. Ставка в игре – 10 рублей. Мы выигрываем, когда выпадает «Орел». Противник выигрывает при «Решке». Первый ход – выпала «Решка». Противник выиграл. Мы удваиваем ставку. Снова «Решка». В этот раз мы проиграли 20 рублей. Нам нужно не только вернуть ставку, проигранные 30 рублей, но мы хотим еще заработать. Поэтому следующая ставка – 40 рублей. Уже сейчас очевидно. Чтобы выиграть по «Мартингейлу», требуется приличный стартовый капитал. Ведь ставку, возможно, придется удваивать многократно. Получается, стоит подготовиться к партии финансово, и выигрыш обеспечен. По тому же принципу, что «Рулетка» – выбор случайных чисел, играют и знаменитые однорукие бандиты. Человек пришел, засынул тысячу рублей в игровой аппарат, нажал один раз кнопку, и у него выплата 1 миллион рублей. Иллюзия, в которую очень хочется поверить. Реальность жестче. Именно автоматы обеспечивают 95% денежного оборота в казино. Интересно, что генераторы случайных чисел, которые скрыты внутри однорукого бандита, те же, что использует «Пентагон» для защиты информации. Сам по себе датчик устроен очень просто, но просчитать его – дело совсем непростое. Насколько мне известно, никому не удалось еще конкретно просчитать те или иные датчики псевдослучайных чисел. В этом поединке математика бессильна. Но, возможно, она способна помочь в карточных играх. Мне нужна моя дама Рейд. Там их много. Их много? Их очень-очень много. Актерское мастерство Дастина Хоффмана в фильме «Человек-дождя» заставляет поверить, даже люди с ограниченными возможностями, обладая феноменальной памятью, могут срывать большие ставки. Что уж говорить о профессионалах. И все знаменитые чемпионы в покер, которые выиграют многомиллионные турниры, они очень дружат с математикой и очень хорошо считают. Кроме везения, нужно обязательно еще и уметь считать. Это обязательно условие. Чем больше игроков за покерным столом, тем действеннее оказывается математика. Но и здесь ее возможности не безграничны. Покер еще там очень важный личный фактор. Там и математика, и психология тоже. Когда человек блефует, там психология важна. Психология – еще один важнейший фактор любой игры. Здесь мало уметь блефовать. Гораздо важнее угадывать чужой блеф. И учитывать настроение и мотивы противника. Семь. Восемь. В таком случае еще раз на квит. Еще. Знаменитый фильм «Бег» появился на экранах Советского Союза исключительно благодаря азарту. Фильм о белой миграции спасла от цензуры партия в домино. Режиссер Владимир Наумов и актер Михаил Ульянов летели на самолете из Чехословакии в Москву вместе с членами полетбюро. Партийным чиновникам не хватало двух партнеров для игры в домино. Пригласили Наумова и Ульянова. На кону стояло одно желание. Режиссер и актер выиграли две партии из трех. Именно это спасло картину «Бег» от попадания на полку. Ну, а помнись, слышь, уйдем отсюда. Ты, азар, уйдем теперь. А, ты, парамоша. Умение быстро вычислять и запоминать комбинации, способность читать противника – необходимые качества победителя. Однако, даже если вы хладнокровный гений, система может подвести. 88 раз подряд выпало красное и ни разу черное. Ну, вот как, это противоречит любой вероятности. Тем не менее, это произошло. Происходят вещи, которые логически объяснить невозможно. Которые противоречат всем вероятностям. В 2007 году вышла книга известного математика и экономиста «Насима Талиба. Чёрный лебедь». В ней описано существование так называемых «диких случайностей». Вот курочка-реба есть не что иное, как квинтэссенция теории Талиба. Да, жили-были дед и бабы, была у них курочка-реба, и снесла как-то раз курочка-яйчка, не простое, а золотое. И мир изменился. И мир стал другим. Появился мир, в котором куры стали нести золотые яйца. Чёрный лебедь – событие, не поддающееся логике. Оно не укладывается ни в одну теорию. Не просчитать, не понять его невозможно. Чёрный лебедь – безусловный фаворит сценаристов и писателей. «А теперь?» «Чёрный». «Третий раз кряда. Сомневаюсь». Я говорю «красная». Вы опасный человек, статский советник. Эраст Фандорин, персонаж романов Бориса Акунина, отличался невероятной удачливостью. Он выигрывал во все азартные игры. Но ведь и Чёрный лебедь не прилетает по заказу. Неужели игроки счастливчики и впрямь существуют? Это единственное, что за грани моего понимания. Я не знаю почему, но есть игроки, чаще всего выигрыши. Так стоит ли просчитывать вероятности выигрыша, если главную роль в азартной игре всё равно играет удача? Или надо всего лишь найти свой собственный счастливый день и час, своё мистическое число? Попробовать модную нынче теорию, которая называется «визуализация выигрыша». Визуализация – практика достижения успеха, при которой человек создаёт у себя в голове образ будущего счастья и начинает в него верить. Считается, что яркий образ обязательно притворится в жизни. У нас люди и на своё число день рождения ставят, и на что-то, но что называется… Игроки называют это чуйкой, когда они чувствуют, куда ставить, когда ставить и сколько ставить. И когда человек выигрывает, он это считает не случайным. Это он лично, он прочувствовал, как ставить, сколько ставить. Впрочем, даже самые яркие случайности такого рода вряд ли возможно превратить в систему. Нельзя визуализировать то, что изменчиво. Ещё Гераклиц сказал, нельзя в одну воду войти дважды. Ты можешь её визуализировать, свой выигрыш. Вот. Но второй раз такая же ситуация не случится. Из всех возможных стратегий пока самой беспроигрышной кажется Мартин Гейл. Система, которая гарантирует пусть и небольшой, но постоянный выигрыш. Но оказывается, и здесь есть свои подводные камни. Удваивать ставки до бесконечности не получится. Правила казино налагают на это за бред. И если бы не было ограничений в казино по максимальной ставке, то это беспроигрышная система. Но в каждом казино есть в правилах установлен максимум, до которого может казино принять ставки. На американской рулетке это 28-кратное увеличение, возможно. Более распространённая практика – пятикратное удвоение ставок. В таких условиях и Мартин Гейл теряет практический смысл. Пока, по единодушному мнению специалистов, работает без сбоев только одна система. Её условное название – «Выиграл, уходи». Именно так поступил Эшли Ревел, который поставил на кон в Лас-Вегасе всё своё состояние и выиграл. Полученные деньги Ревел вложил в собственный сайт игры в покер. Сам больше не играет. А свидетелям его успеха остаётся лишь гадать, применял ли он какую-нибудь теорию выигрыша. Да всё объясняется просто везением. Повезло человеку, сегодня его день. Как и любое другое удачное событие в жизни человека, это просто хорошее удачное событие. Не более. Если невозможно просчитать выигрыш, может быть, имеет смысл просчитать обратное – вероятность неудачи. Итак, рулетка – 37 игральных полей, 18 из них – красные. Мы ставим на красное 100 условных денежных единиц. Если мы будем играть долго, то наш совокупный проигрыш в конечном итоге составит минус 3 умноженное на n. Чем дольше мы играем, тем больше наш ожидаемый проигрыш. Итак, создать теорию выигрыша до сих пор не получилось. Даже у нобелевских лауреатов. А вот просчитать проигрыш оказалось довольно легко. Пожалуй, это повод задуматься, стоит ли вообще мечтать о выигрыше в казино. Самые страшные советские катастрофы. Техника отказывает. То же, как и любое, все. И автомобили, и любой там мотоцикл, там, танк, любая техника имеет право отказывать. Почему их не показывали в кино? Надо будет согласовывать, что это там с 20 ведомствами. И откуда режиссер Мекта взял сюжет для своего экипажа? Я подумал, чего бы не снять фильм в четырех жанрах. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Основано на реальных событиях. Эту фразу нередко можно встретить в современном кино. Очевидно, создатели таких фильмов полагают, реальная история добавит картине популярности. Но так ли это? Знаменитый советский фильм «Экипаж». Один из лидеров отечественного кинопроката. История подвига нескольких советских летчиков. Наверняка те, кто смотрел это кино, задавались вопросом, могло ли это произойти в реальной жизни. Один из ключевых моментов фильма. Аэродром в далекой азиатской стране охвачен огнем. В этом аду все еще живы лишь несколько десятков человек. И все они в самолете Ту-154. С огромным трудом советским пилотам удается поднять машину в воздух. Но кошмар только начинается. Жанр катастрофы стал популярен в кино в начале 70-х годов прошлого века. Один за другим вышло сразу несколько успешных фильмов. Аэропорт, приключения Посейдона, землетрясения. Но все это было в Голливуде. Мы хорошо научились снимать психологическую драму. Мы вообще можем киноповесть снимать в разных жанровых направлениях. А вот фильмы, наполненные визуальными событиями, фильмы-катастрофы, фильмы-экшен, это непросто. Но дело вовсе не в технической стороне вопроса. Сергей Бондарчук снимал масштабные батальные сцены еще в 60-е. Может быть, существовал негласный запрет на такие фильмы? Специалисты говорят, да, в этом утверждении есть доля истины. Советское кино работало по законам реализма. В любой аварии есть виновник. И если катастрофа случалась на самом деле, необходимо найти крайнего. Быть крайним никто не хотел. Надо будет согласовывать все это с 20 ведомствами. Да, каждый сторонник будет в свою сторону. Говорят, что они, да, вот дети делали все правильно, а все остальные делали все неправильно. В Советском Союзе в официальных новостях практически не сообщали о катастрофах. Хотя только на железной дороге ежегодно происходило больше 60 крушений. В государстве с такой огромной территорией катастрофы можно было, что называется, выбирать на любой вкус. Вот лишь некоторые. 1952 год. На станции Дравнино Московской области сошел с рельсов грузопассажирский поезд. Погибли 109 человек. 1957 год. По Челябинскому на химкомбинате «Маяк» взорвались емкости с радиоактивными отходами. Территория в 20 тысяч квадратных километров стала непригодной для проживания на несколько десятилетий. 1960 год. На космодроме Байконур во время старта взорвалась первая межконтинентальная баллистическая ракета. Жертвы около ста человек. Случись это все, скажем, в Америке. И голливудский фильм на основе реальных событий мог стать кинохитом. Но в Советском Союзе делать бизнес на трагедии никогда не пытались. Но почему режиссер Александр Митта решил взяться за этот рискованный и сложный жанр? Тогда это было абсолютно такое прорывное представление возможностей кино. Митта к концу 80-х был уже опытным постановщиком. В кино он искал новые формы. Творческий интерес – вот что двигало режиссером. Фильм «Экипаж» должен был объединить несколько совершенно разных жанров. Я подумал, чего бы не снять фильм в четырех жанрах. Драма, комедия, романтическая комедия, любовная комедия, мелодрама и сказка. И все-таки сегодня для многих «Экипаж» в первую очередь фильм-катастрофа. Зрелищный и по-своему жуткий. Ведь каждый может представить себя на месте пассажиров этого рейса. Наблюдательные зрители сразу же заметили – в фильме много ошибок. Лайнер набирает высоту с выпущенными шасси и закрылками. Отверстие воздухозаборника, через которое летчики вылезают из салона, принадлежит другой модели самолета. И главное – подвиг пилотов противоречит всем законам физики. В полете туда никак не залезть. А там показано, как он лезет на второй двигатель. Там моментально тебя в эту… сдует и по косточкам покидает. Нельзя. Сшивать металл во время полета намного сложнее, чем чинить крышу дома при ураганном ветре. Да и сам фюзеляж не выдержал бы такой нагрузки. Одним словом – кино, а не жизнь. Неужели в советском кинематографе не было ни одного фильма о реальной катастрофе и о настоящем подвиге? Мы искали и нашли. В газете «Комсомольская правда» за август 1977 года есть заметка о награждении медалями за отвагу на пожаре курсантов пожарно-технического училища Ленинграда. Вот их портреты. Они спасли пассажиров горящего поезда. Молодых людей наградили посмертно. Через несколько лет заметка об этом попалась на глаза режиссеру Андрею Малюкову. Эта статья легла в основу сценария. Я ее прочитал, потом нашел сценариста Севалду Ивановой. Мы вместе с ним написали этот сценарий. Реальный подвиг курсантов стал идеей для фильма «34-й скорой». Сценарий не обошелся без романтической истории. Проводница пустила в вагон трех безбилетников. В одного из них она влюбилась и сошла на промежуточной станции, когда нагрянули контролеры. В брошенном вагоне начался пожар. Сегодня Андрей Малюков не уверен, что снова взялся бы за эту картину. Кроме желания снять зрелищный фильм, у съемочной группы ничего не было. Ни каскадеров, ни специалистов, ни пиротехников. Такого ранга, которые могли бы точно реализовывать все эти задумки. Когда я вспоминаю все эти съемки, мне становится жутко. Как мы с этим справились, не знаю. Но пробовать надо было. На съемках группу несколько раз подводила горючая смесь. Загорались вагоны от нее. И сгорали мгновенно. Моя задача была, чтобы никто не пострадал. Помимо творческих, еще и вот такая. Мало кто знает. Известный актер Лев Дуров едва не погиб на съемках этого фильма. Причем дважды. В одной из сцен он оказался запертым в горящем вагоне. А позже, в другом эпизоде, едва не задохнулся, когда пламя экстренно гасили углекислотными огнетушителями. Кислород весь выгорел. И тогда можно было увидеть Льва Константиновича Дурова, который задыхался в безвоздушном пространстве на полу этого вагона. Слава Богу, что это были люди, вытащили быстро на воздух, и он пришел в себя. А вот на съемках экипажа таких ситуаций практически не было. Ведь самые впечатляющие кадры были сняты на макетах. Но у зрителей не возникло претензий по этому поводу. Картина имела еще не сравнимый успех в моей практике. Ее продали на 92 страны, ее смотрело 80 миллионов человек в России. На полгода не сходило с экранов. То есть такое было очень мощное переживание. Известный кинопродюсер Марк Руденштейн признается, «Экипаж» – один из его любимых фильмов. Кино не просто зрелищное, но и снятое за сравнительно небольшие деньги. Я вообще считаю, что это классикой советского фильмов-катастрофы. Пока лучше, я не просто не вижу, даже не знаю, кто стоит там за экипажем. Нету ничего. Это кульминация фильма «Экипаж». При посадке стюардесса находят маленького мальчика в хвосте самолета. А спустя мгновение пилоты включают реверс, и самолет разваливается на части. Зрители снова спорили. Возможно ли такое на самом деле? В открытых источниках о таких происшествиях не упоминается. Но уже в наши дни происходило что-то похожее. Декабрь 2010 года. В московском аэропорту Домодедово аварийно приземлился Ту-154, летевший в минеральные воды. Через полчаса после взлета у лайнера отказали все три двигателя. Техника отказывает, тоже как и любое, все, и автомобили, и любой там мотоцикл, там, танк, любая техника имеет право отказать. В сентябре 2010 года на лайнере, летевшем в Москву из Якутии, полностью отключилось электропитание. Вылетели на машине, подготовленные с разряженными аккумуляторами, по чему у них все обесточено. Пилоты вручную посадили лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Это настоящее чудо. Именно такая ситуация смоделирована в недавней новогодней комедии «Елки-2». Заметьте, комедии, а не драме или фильме-катастрофе. А вот в основе фильма «Экипаж» нет никакой реальной истории. Режиссер Александр Митта и его сценаристы придумали все сами, начиная от героев и заканчивая стихийным бедствием в азиатской стране. Но придумали так, что в эту историю хочется верить. Зрителю надо волновать, чтобы он испытывал эмоции, потому что в фильме все-таки не лекция, не занятие, а это место, где люди переживают. Вот и получается, что именно эти герои для зрителя реальны, а события, исторически достоверные или выдуманные, лишь фон. Над вымыслом, слезами обольюсь, над вымыслом, чтобы понять про людей, что это за люди были, чем они руководствовались, какие внутренние посылы толкали их на совершение тех или иных героических поступков. Иметь дело с выдуманными катастрофами на самом деле проще, чем с реальными событиями. И здесь Александр Митта попал в точку. Никто не станет уличать сценаристов подлоги, ну а некоторые логические нестыковки и нарушения законов физики легко объясняются одним словом – кино. У нас работает собственный сайт, его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Талгат Нигматуллин. Почему звезда главного боевика советской эпохи погиб так нелепо? Месть, флоры и фауны. Кто выживет после природного апокалипсиса? Подземная цивилизация. Неужели американцы нашли её? Продолжение следует... Продолжение следует...